Эх, ребята, какую цац удалось осмотреть! Это просто улет. Легендарный вагон с куполом 65-го года. Лично увидеть в Ташкенте и до кучи попасть внутрь и даже сделать видео ошалеть. Короче, друзья, товарищи, наряду с VL86F это лютое эксклюзивище на нашем канале Покемоши Лайф. Поэтому жмякайте лайк, подписку, колокольчик, берите чай и поехали. Сразу прямой эфир оттуда. Ребят, прикиньте, мы сейчас с вами окажемся внутри вагона с куполом для обозрения. Это просто невероятно. Я вообще офигеваю. Видишь, ленинградский завод Эни Егорова его сделал. В 65-м году сохранилась оригинальная табличка. Вот видишь, розеточки такие. И вот еще хрустовые огни. Классно. Автоцепка, наверное, еще оригинал. И, пацаны, мы можем внутрь зайти в вагон с куполом для обозрения. Я просто в шоке. Ой, ну, ребята. Погоди. Надо же интригу и все такое. Вот, пока снаружи чекнем. Ок. Джентльмены, которые давно на нашем канале, помнят, что года три назад мы делали ролик про этот вагон, но лишь по фоткам. И еще прекрасный, но все же модели, который находится в питерском музее на Садовой. Ролик получился довольно-таки годным, с техническими и историческими подробностями. Но все же там не было главного героя, так сказать, в натуре. И вот мы в славном городе Ташкенте. И первым делом, поспав всего час после перелета, сразу ломанулись в этот музей. Телеги КВЗ ЦНИК-2. Видимо, такие же, как на вагонах-ресторациях. И дальше, видите, опускалка. Где-то вниз опускалка. Среднеазиатская железная дорога. И вот так вот ребра тоже интересные. Видите, они вниз уходят. Эти ребрышки. И окошки, кстати, тут особые. Они, видите, прямоугольные. Они ниже. Видно это невооруженным глазом, что окна здесь особые стоят на этом вагоне. Вот такой вот фартук. И потом идет второй конец вагона. Где, в свою очередь, располагалось, какое-то вытащивание. Это камера для холодильной установки. С другой стороны такая же. Вагоны-то были с кадеями. Две штуки, которые могли когда-то работать независимо друг от друга. Вот такой тоже фартук. Здесь вот эти жалюзы для подключалок. И расцепленный рычаг. Неудобно расположен. Музей вообще необычный. И, как бы это сказать, живой. Вот мы тут ходим, а сзади нас два машиниста регулируют тифон на действующем тепловозе ТУ-7. Но это немного другая история. Так. Ну, теперь можно заглянуть внутрь. Смотрите, ребята. Многие ли из вас были в таком вагоне? И вот молодцы, молодцы, ребята, музейщики. Пофигу, что вагон в таком состоянии непрезентабельном. Это все детали. И вот он, вверх. Здесь вот были седухи. И вот был уже купол. Окна. Ой, как жарко здесь. Окна здесь намыли. И вот смотрите, какая красота. И то есть тут утехали. Ходили здесь, садились и смотрели на всякие штучки. Здорово, правда? Когда первые восторги чуть поутихли, мы приступили к изучению легенды более внимательно. Здесь какие-то левые лавочки. И вот идет ремонт. Чтобы джентльмен понимал, первый этаж включал в себя 7 обычных купе. На 4 места. По 2 полки сверху и снизу. Также здесь когда-то присутствовало купе проводников, 2 туалета и душевая. Используется. Так вот. И тамбур. Да, тут еще туалеты. Вот эти окошки, видите, такие. Здесь вот, не знаю, может это оригинальный пластик. Хотя вряд ли. Но видно, что свежие досочки-то все мягкие. Вот что это. Черт, я знаю, служебка может была. Вот второй тамбур. Смотрите. Давайте еще раз поднимемся на второй этаж. Очень здесь жарко, правда. Вот если еще эти окна глухие, то реально такое себе, конечно. А вот второй этаж, это более крутая штука. Там располагались мягкие кресла. На 28 мест по числу пассажиров первого этажа. Причем спинка могла перемещаться. В зависимости от направления движения. Ну, чтобы всегда ехать головой вперед. Стулики опять-таки. И, как мы уже говорили, кондеи. По факту второй этаж, та же теплица у фермера. Жара такая, что, мама дорогая. Да, но все равно классно. Видите, чем-то было покрыто. Пленка, это пленка-самоклейка. И она уже... Та, вот. Ну, так идти, в принципе, нигде головой не задеваешь. Нормально. И вот видите, только с одной стороны выход. Здесь. Мы не забыли осмотреть уникальные вагоны под кузовом. И вот, что там увидели. Рама. Видите, ну, изгиб идет отсюда. Вот, смотрите. И вот рама пошла, изгибается сюда-сюда. А тележки-то особые. Вон, видите, там дисковые тормоза уже не были. Смотрите. Сейчас. Ой. Вот отсюда видно. Видите, какая телега. Здесь какой-то тормоза, здесь какой-то трубопровод был еще. Ой. Ну, там шкворень. Шкворневая балка. Ну, и вот сама тележка. Вот тут электрические еще коробки раскрученные. Ой. Да, телега-то хитро тоже на нем. Вот, друзья, товарищи, как-то так. Если вам понравился ролик, надеемся, первый из ташкентского цикла. Оцените его, это нас порадует. Можно и на канал подписаться. Люди же подписываются. А если вы хотите узнать про этот вагон больше, ссылка на ролик с описанием на привычном месте. И еще хотим спросить, какой вагон круче, по вашему мнению, этот или же современный двухэтажный от ТВЗ. Еще раз всем спасибо за просмотр. Всем удачи и до новых видео.